Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили очередную рулетку. Главный приз APIMX30. На данную машину я уже делал честный обзор, он есть на канале. Вот ссылочка сверху, плюс обязательно добавлю в описании. Делал обзор тогда, когда машина только появилась в игре и делал на ней первые бои. Мне тогда очень понравилась. Машина действительно интересная, веселая, но картонная до безобразия. Даже в маску орудия ее пробивают. Причем, ребята, одноклассники. Короче говоря, это такой себе сущий картон, довольно-таки высокий, который очень легко пробить в основном. Да, бывают рандомные рикошеты, но в основном пробивает вас все, что в вас прилетает. Сейчас посмотрим, чего сколько стоит, посмотрим на шансы и обязательно пару раз крутнем рулеточку. А после этого выкатим машину из ангара. Только если она мне не выпадет, придется перейти на пресс-аккаунт, потому что всю рулетку прокручивать ради данной машины я не вижу абсолютно никакого смысла. Хотя, как я вам уже сказал, она мне зашла и она мне понравилась. Дело в том, что шансы выпадения, в принципе, как обычно, мизерные. Ну, если не считать всякого рода дебедухи, которые не стоят той голды, которую вы сольете на них. А что касается полной стоимости рулетки, то если вы будете прокручивать 11 раз эту рулетку, то есть заберете машину с последнего прокрута, то это все удовольствие обойдется вам в 18750. И для восьмерки это действительно дорого. Да, там есть дополнительные плюшки, которые вы заберете с этой рулеточки, но все-таки, ребят, согласитесь, 18750 на дороге не валяются. Если вы заберете машину на девятом уровне или до девятого включительно, то не прокручивая вот этот вот конский ценник в 5000 и в 2500, сэкономив в 7500, вам 9 прокрутов обойдутся в 11205. Я считаю, что в пределах этих прокрутов, если машина все-таки упадет, то оно того стоит, потому что это вполне нормальная восьмерка, ну и плюс к тому вы заберете себе дополнительные ништячки, которые тут есть. Что касается самой тачки, как я уже сказал, обязательно выкатим ее из ангара, а теперь давайте попробуем пару раз крутнуть. Я не сильно фартовый чувак, поэтому особо много раз крутить не буду, как я уже сказал, полный прокрут всей рулетки не вижу смысла делать. Это, извините, не крушитель какой-нибудь, 2000 свободки за 30 голды. По-моему, нормально, по-моему, круто, но, скорее всего, сейчас не упадет 50 тысяч серебром, потом, скорее всего, мне в лучшем случае упадут бустеры, ну а если бустеры не упадут, то 350 будет, ну вот, пожалуйста, 350. Миновали 50-ку, но я думаю, что в прокрутах до 1000 однозначно буду забирать вот только все самое дешевое. Ну, давай, давай АМХ. Нет, класс, аватар анимированный. Ну, такое себе, честно говоря, не думаю, что этот аватар стоил той голды, которую я на него сейчас слил. Смотрим, что будет дальше. Ну, дальше 50-ка, окей, хорошо, теперь давайте посмотрим на шансы. Мы прокрутили с вами 4 раза, и вот после того, как 4 раза мы прокрутили, шанс на машину вырос аж до 1%, ребят, а это, по-моему, немало. Ну что, я надеюсь, все поняли, что это был сарказм. Крутим еще раз. Все, один раз кручу на косарь голды. Сейчас за косарь голды, если я заберу серебро или бустеры, я, блин, расстроюсь и капец. Ну, вот, пожалуйста. Скажите мне, стоит ли 30 бустеров 1000 золота? Я лично думаю, что не стоит. На этом, ребят, я заканчиваю. Я и так, в принципе, слил стоимость какой-нибудь машины 6-го или 7-го уровня за голду. Давайте перекинемся с вами на пресс-аккаунт и выкатим машинку из ангара. Ну что ж, друзья, пресс-аккаунт AMX 30AP. Вот такая вот машинка. У меня на пресс-аккаунте на основе, как я говорил, у меня этой машины нет. Когда машину только завозили в игру, я ее покатал, и, как я уже сказал, мне она очень понравилась. Играть на ней стоит крайне осторожно. Альфа у нее сравнительно небольшая для своего уровня. Что касается точности орудия, то, в принципе, порадовало. Что касается подвижности, то я бы сказал, что передвигаешься где-то как на Проджете 46-й. Ну, наверное, все-таки чуть-чуть хуже. Проджета побыстрее будет. И я бы сказал, что, поиграв на этой машине несколько десятков боев, я пришел к выводу, что, наверное, все-таки ей больше всего не хватает подвижности. Если бы подвижности было чутка побольше, тогда было бы немножко повеселее. А так машинка вполне себе даже картонная, не имеющая возможности нормально куда-то убежать, это не очень хорошо. Хотя, в целом, удовольствие от игры, безусловно, получаешь. Если бы машина стояла на продаже сейчас, и за нее просили, допустим, там 8 с половиной тысяч, то я бы сказал, что это нормальная годная машина за такие деньги. А вот прокручивать на 18750 рулетку для того, чтобы ее забрать, это уже перебор. Ну, это мое скромное субъективное мнение. Вы обязательно свое мнение пишите в комментариях. Вообще, делитесь своим мнением, потому что зрители, они потом обращаются к комментам, которые есть под видео, и это добавляет им определенного рода информации в копилочку, для того, чтобы они могли нормально, взвешенно принимать решение, что им делать. Крутить, не крутить, покупать, не покупать. Поэтому делитесь своим мнением, особенно те ребята, которые имеют данную машину у себя в ангаре. Такс, поехали. Попытаемся заценить, попытаемся играть максимально осторожно. Даже вот с таким великолепным углом склонения орудия вниз от башни отыгрывать удовольствие такое себе, потому что ее пробивают действительно, я бы сказал, налегке. По крайней мере, в моих руках пробивается она просто великолепно. По времени сведения, по точности, все классно, все нормально. По времени перезарядки, я бы сказал, что тоже вполне себе добротно. С учетом того, какую альфу закидывает машина за каждый выстрел, то, я бы сказал, очень даже приемлемый показатель. Вот сейчас сделаем еще один выстрел и выходим уже на тысячу нанесенного урона, практически ничего не делая. Что стоит помнить, играя на этом АМХ? Ни в коем случае не оставайтесь один на один с соперниками. Если с одним соперником, то еще полбеды, вы можете попытаться там что-то поделать, помансить, попытаться отыграть как-то от рандомных рикошетов, которые вам будут подкручивать для того, чтобы вы прям сильно не расстраивались. Но лучше всего играть в компании со своими союзниками. То есть не едьте сами куда-нибудь на передовую, пытайтесь держаться толпы и толпой кого-нибудь забивайте, как мамонта. Нет, видишь, брат, ты психанул, нервничаешь. Ну, не понимаю вот этого прикола с поднятием орудия. Сражайся до последнего, дерись, ты в конце концов в бой зашел, зачем сливаться? Так, поехали, подъедем чуть ближе. Поддержим нашего Титана, который если не разберет, то по крайней мере отвлекать будет нормально. Экшен Икс. Хорошая тачка. Каждый раз, как я вижу в бою, вспоминаю о том, что она есть у меня и на основном аккаунте, и на куче других аккаунтов. И тихо радуюсь, даже если не на ней в бой зашел. Радуюсь тому факту, что имею такую тачку в коллекции. Фортануло сейчас очень сильно, залетело мне в верхний бронелист, там действительно брони не так уж и много, но в то же время, ребят, стоит отметить, что там очень хорошие углы приведенки. Вот если вы где-нибудь на горочке стоите, отыгрываете от башни, то в случае, если прилетает в верхний бронелист, то вы действительно получаете непробитие. А в прямой проекции, ребят, пробивать будут. Ну вот, пожалуйста. Шьет меня только так. Вот то, что я говорил. Маска орудия, ребят, пробивается. Поэтому отыгрывать от башни у вас не получится. Даже не пытайтесь. Кто здесь? Не добрал 11 хп, блин, как обидно. Не, ну этого-то я брата точно вынесу сейчас в ангар? Нет, не вынесу, потому что бой закончился. Ладно, друзья мои. Если вы захотите посмотреть дополнительные катки на данной машине, то не поленитесь и перейдите просто по ссылкам, про которые я говорил. Напоминаю, ссылочка будет обязательно в описании к данному видео. Этого боя больше чем достаточно для того, чтобы показать возможности данной тачки. 3170 единиц урона и это вполне себе реальная цифра для данной машины. Да, безусловно, не во всех 100% боев, но в то же время я бы сказал, что играется машина на постоянку с уроном где-то от 2300 до 2800. Ну, по крайней мере, в моих средних руках. Может, если вы более подкованный игрок, то у вас результативность будет повыше. В нашем случае первое место в команде по урону и я думаю, что если бы наши союзники отыграли чутка получше, то здесь была бы однозначная победа и мы бы получили гораздо больше серебра в виде фарма. Что касается, ребят, фарма, то вот за вот этот проигрыш, с учетом моих результатов, без према было бы 32000, а с премом получилось 57. Ну, я, понятное дело, округляю. Для того, чтобы не вдаваться прямо в мелкие подробности, меня даже похвалили, лайкос мне поставили. Что хочется сказать по поводу вооружения на данной тачке. То, которое мы не заценили перед заходом в бой, но не суть важна, ребят. 280 единиц альфы и время перезарядки в 7,5 секунд, будем тоже округлять, это вполне себе нормальные цифры. Понятное дело, что в бою хотелось бы, чтобы альфа была где-то в районе 320-350, но тогда это просто была бы имба, которая в щепки бы всех разносила на дальних расстояниях. На дальних расстояниях отыгрывать вполне комфортно. Довольно быстро сводится орудие, разброс довольно неплохой, ну и очень хорошая точность. Угол склонения орудия вниз минус 10, но, как я вам показал в бою, поскольку данная машина картонная, то это больше для удобства выцеливания кого-либо, нежели для того, чтобы отыгрывать от башни. Башня очень большая, в нее несложно прицелиться, и, как вы видели, маска орудия пробивается. Вот такой вот он AP-AMX-30. Крутить или не крутить рулетку, здесь решайте сами. Мое дело показать машину такой, какая она есть, ну а шансы выпадения тачки мы с вами уже заценили. Я побежал снимать новые видео по поводу товаров в магазине, коих завезли очень много, ну а вы прямо сейчас подписывайтесь на канал, жду вас в гости, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!